А перед началом обзора я хочу порекомендовать вам отличный эмулятор андроид устройства Nox Player для наших любимых ПК. Здесь на самом деле всё просто, скачиваем эмулятор, запускаем и играем в свои любимые андроид игрушки. Я на самом деле на всех своих стримах именно с этого плеера играю, поэтому и вам тоже рекомендую, ссылочка есть в описании. Привет дорогие подписчики, геймеры, гости канала, все кто находится по ту сторону экрана. Микрофон по-прежнему Илья и это новый выпуск рубрики Игровой Андроид Фрэш. Большое всем спасибо за лайки, а также комментарии, я на самом деле это просто очень сильно ценю и те кто больше будет писать комментов обязательно попадут в следующий выпуск. Поэтому пишите как можно больше и будем с вами общаться. Также не забываем ставить лайки, если мы наберем 2000, то я сразу же в этот день выпускаю новый топ. Ну и не теряем время, поехали. И первая игра на сегодня это League of Arazaurs, отличный онлайн экшен для наших девайсов. Здесь мы сражаемся с реальными людьми, а также исследуем тайный мир в дополненной реальности. В игре нашей задачи будет поиск сокровищ для прокачки героя. Таким образом мы находим золото, различные сундуки, новые карты заклинаний и забираем свою мощную колоду. Далее уже отправляемся на ламбитву с другими игроками и показываем свой непревзойденный скилл. Вообще игра объединяет в себе сразу две концепции. Первый из них это поиск ресурсов, а второй непосредственно в битвы. В битвах вам придется выработать свою тактику и уже гасить недруга. Также я рекомендую подстраиваться именно под своего соперника, ведь у каждого будут свои уникальные особенности. При этом в игре можно полноценно общаться с другими игроками и таким образом построить свое крутое боевое сообщество. Игра бесплатная, ссылочка на нее и группу будет в описании, так что бегом в Google Play. Ну а мы идем далее и второй участник нашего обзора это онлайн кинотеатр VR 5D видео. Сразу говорю, что до этого приложения вам потребуются VR очки и таким образом вы приверните свой девайс в настоящий кинотеатр. Здесь нам будут доступны 5 крутых красивых фильмов, от которых просто захватывает дух. При этом здесь будут как страшные, так и просто очень подвижные полные экшен-картины. Я кстати уже посмотрел несколько фильмов и мне действительно очень понравилось. Порой даже забывался, что сижу в очках, поэтому здесь прям полный эффект присутствия. Сразу говорю, что приложение доступно как в платной, так и в бесплатной версии. И само собой в бесплатной будет открыт только один фильм. И кстати, те кто любит халяву, я вам приготовил несколько промо-кодов для получения платной версии данной игрушки. Они есть в описании под данным видосиком, поэтому поторопитесь и возможно еще успеете получить бесплатно данный кинотеатр. Куб Софтвей наконец-то запустила бета-тестирование своей очень крутой новиночки Planet Commander. Теперь у игроков есть возможность окнуться в красивый космический мир с очень масштабными онлайн сражениями. В игре поначалу нам будут доступны лишь два вида транспорта, за штурвал которого мы сможем и сесть. Далее по мере игры мы зарабатываем монеты, апгрейдим свою технику, а также открываем уже другие более крутые летательные аппараты. Сразу говорю, что нам доступна пока что бетка, поэтому могут всплывать ошибки и на самом деле это нормально. В любом случае я уже во все играю и в целом все более-менее стабильно. Вообще в игре меня порадовали шикарные спецэффекты, отличное управление, а также уже количество игроков. Даже сейчас онлайн вполне себе хороший, поэтому присоединяйтесь к нам и да, само собой по ней будет стрим, поэтому все вместе поиграем. Т-34 Возрождение из Пепла, это еще одна очень добротная аркадка для наших андроид-девайсов. Игра вот-вот только появилась в Google Play, я спешу вам о ней рассказать. В этой игре мы окунемся во времена Великой Отечественной войны и станем профессиональным танкистом. Вам предстоит долгий и очень тяжелый путь. Начнем мы его с легендарного танка Т-34 и главной нашей задачей будет пройти все вражеские обороны. Сразу скажу, гимпы здесь реально очень тяжелые, вас никто жалеть не будет и от этого играть намного интереснее. Также меня порадовала отличная красивая графика, спецэффекты и все в таком духе. Оказывается, на первый взгляд здесь все более-менее простенько, но не тут-то и было. При этом направление здесь отлично подходит под мобильные девайсы, так что играть будет комфортно. Игрушка бесплатная, поэтому рекомендую попробовать. И да, кстати, игра также скоро увидит зеленый свет в стиме, поэтому тоже поддерживайте, ребят, ссылочка будет в описании. Ну а мы идем далее, и следующая игра на сегодня это Tomb Raider. Да-да, данная игрушка вышла, правда доступна она только для владельцев Nvidia Shelter TV. Имея в своем распоряжении только голый инстинкт и рассчитывая только на свои силы, Лара должна выйти за пределы человеческой выносливости. Tomb Raider вновь раскрывает перед нами захватывающую историю происхождения Лары и того, как из молодой девушки она превратилась в закаленную искательницу приключений. Игра стоит 990 рублей, поэтому если вы обладаете Nvidia Shelter, то попробуйте. Ну а следующая игра, я думаю, многих удивит, ведь это новая часть Асфальт Штурма Улиц. Добро пожаловать на улицы Мегаполиса, где происходят самые, что ни на есть, жаркие гонки. На кону ключи от суперкаров соперников, поэтому проигрывать и подаваться здесь точно никто не намерен. Неважно какая здесь погода, гонки состоятся и в дождь, и в снег, и все в таком духе. Чтобы повысить градус напряжения, разработчики сделали PvP-гонки на четверых игроков, поэтому будет очень жарко. В общем, рекомендую попробовать. Ну что ж, а мы с новинками заканчиваем, и теперь игровые новости. Во время недавней игровой выставки разработчики Telltale Games сообщили, что третий эпизод The Walking Dead скоро уже будет доступен. Если быть точнее, то игрушка выйдет уже 28 марта, и нам осталось ждать совсем-совсем немножко. Кстати, пожалуйста, напишите, проходили ли вы предыдущие серии данной игрушки, мне будет интересно почитать и с вами пообщаться. Новая игра от Orange Pixel придет на мобильные платформы уже 30 марта. Перед нами будет очень крутой экшен-платформер с процедурно-генерированными уровнями, который станет полномасштабным ремейком одной из самых ранних разработок. К ним вас ждут сложные участки платформинга, необходимость собирать предметы и открывать бонусные локации. Захватывающий дух гонки на Скар скоро придут на андроид-девайсы. Похоже на то, что в этом рейсинге будет очень много контента, вы обнаружите здесь все 23 реальные трека, множество известных гонщиков и даже так называемую фан-зону. В общем-то, в этой фан-зоне вы сможете размещать развлекательные аттракционные тележки с хот-догами. В общем, скоро будем играть. Ну и последнее на сегодня. На них стартовало закрытое бета-тестирование карточной игры в Fable Fartune. Она доступна эксклюзивно для платформы Steam. Вместе с этим разработчики уже начали рассылать ключи и, в общем-то, у вас есть возможность тоже зацените данную игрушку. Ну а релиз для андроид и других платформ тоже ожидается, правда, уже во втором квартале этого года. Ну что ж, а на этом наш выпуск подходит к концу. Я очень рассчитываю на вашу поддержку. Ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Ну а у микрофона был, как всегда, Илья. Всем хорошего настроения и до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok